когда находишься в мариуполе ты мечтаешь об этом ежесекундно что будет эта эвакуация но к сожалению и нет поэтому выбирались как могли собрались сколько есть машины каждый день их становилось все больше и больше и просто ехали ехали на пролом как повезет не повезет вот и все другого варианта выехать оттуда просто нет и находиться там невозможно невозможно все сидят в подвалах город горит все разгромлено зараз но мы рассчитываем что хотя бы 200 это маленький шматочек скажем у места мариуполя уже уже трохи так доезжали люди по один два машина на два автомобиля там родины одна-два две родины а сейчас так багато уже проехали тут відбудется скажемо реестрация людей и потом их доправлять до дитячого садку специально подготовлено где уже запустили кухню чтобы люди могли помититься теплою водой по вечеряти и лягти спать а ну частина людей сказали что они забронювали номеры ей так качественно людей ну а больше звичайно будет в дитячом садку ночевать завтра им також снеданок будет наданный и потом люди будут далее вырешивать и они едут далее бо все приехали на власному автотранспорт это позволило им прорваться через кордоны соответственно и завтра будет вырешивать есть кто поедет далее кто залишится еще трохи в запорежье бомбежки регулярные особенно вот участилась это все где-то недели две назад районами целыми уже сжигают к сожалению жилые комплексы и прочее 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 то есть мины находим везде попросту снаряды падают ну то есть они торчат со свальта это это вполне уже нормально уже как-то и не прячешься особо от этих взрывов понимаешь что дальше что ближе к сожалению уже начинаешь привыкать к этому делу вот две недели нас как бы находились мы мариуполе без света без воды без газа без связи в оторванные от мира это было ужасно выехать возможности не было то есть это мы зная то что громкомвой уже пятый день как собирался к нам приехать и зная то что его никак не пропускали тем не менее были туристы которые собирались вот так машинками и маленькими группами вытягивались но это собралась уже огромная группа ну и таки проскочили а на пути следствие сюда вражеских постов у нас было 12 штук 12 штук не на всех конечно жестко обыскивали но тем не менее было лежат морги не работают их надо же куда-то девать тут тела лежат а в метрах могут быть 50-60 дети как бы проходят поэтому делали ямы копали ямы сбрасывали тела закапывали других выходов не было руки опускались дело в том что с каждым днем психологически себя все хуже и хуже начинаешь чувствовать так как эти взрывы вот самолет уже пролетает ты понимаешь что сейчас что-то прилетит и воле-неволе уже сжимаешься да то есть психологически с каждым днем все сложнее и сложнее было находиться в мариуполе поэтому и хотелось всяческими усилиями оттуда вырваться вот как бы все я прекрасно понимал как и многие другие что это все 50 на 50 то что мы сегодня выехали мы могли не доехать мы могли не выехать даже но можно сказать повезло частина автомобилей залишилась в бердянску там где стоит и основная колонна с гуманитарным конвоем и соответственно частина еще васильевцы затримала завтра очекуя мы что доедут и перши и други и сподеваемо что наконец-то российская сторона открыть кордон и из мариуполя можно будет великими автобусами вивезти людей и доставить туда гуманитарный вантаж передбачить ту сторону важкуватого мы уже не один конвой провели в области там ни якої логики на меня сегодня может быть так а завтра может быть якусь инакше главное что люди дали так люди ризикнули али вон и в руси это правильная модель зеленых коридоров нет как не знаю насколько у нас там нет ни связи ни интернета ничего вообще нет ну вот поэтому все пытаются взять своих детей и спастись как просто ну там находиться это еще страшнее чем ехать хотя ехали мы конечно с ужасом каждый километр это просто невыносимо становилось мариуполя к города не существует просто не существует его весь разбомбили весь абсолютно он весь горит сгорят все заводы горят дома люди сидят в подвалах то есть вся жизнь проходит в подвале кроме того что нет воды мы пьем уже практически ее с реки и чтобы добежать до реки нужно бежать под обстрелами градов других ужасных этих конструкций я не знаю как они называются но это невозможно чтобы взять бутылку воды эту принести в семью которую пить невозможно просто невозможно еды нет еды нет мы жарили на костре лепешки с рассола понимаете мы скидывались муку вот вот так вот ее выжимали чтобы хоть что-то всунуть детям в рот вот такая обстановка в мариуполь